Всех с днём рождения! С момента прошлого обзора на флот прошло... 6 лет? Жесть там просмотров за это время налетела, кстати. Так вот, ну тут я не мог пропустить корабль, который называется АЛАНО. Его недавно добавили Италии на БР-3И7, но я совсем не разбираюсь во флоте, поэтому буду чисто хвалить его из-за имени. Не, ну типа, а чё про корабли говорить, я не знаю. Последней исторической документалкой про флот у меня была вот эта игра. Короче, мне не нравится, что на совсем мелких катерах ты стреляешь какими-то сплюнявыми бумажными шариками, а на кораблях покрупнее уже начинается Брумбор Нейрон Активейшн. А тут у тебя и вооружения не совсем мало, и при этом стреляешь ты как типичная противотанковая зенитка. Благодаря чему и пристреливаться можно быстро на глаз и выцеливать уязвимые места. Кстати, я вообще не знаю, где хотя бы что-то уязвимое у каждого корабля, но если бы знал, точно стрелял бы именно туда. Из лент я чё-то всё потестил, и, наверное, самое нормальное это возить универсал и не париться. Опять же, исходя из опыта на земке, если есть универсальная лента, значит ты против брони пробиваешь и против катерков уроном нассышь. Сам же Аланчик живёт недолго, если попадается против кого-то посерьёзнее, поэтому самый фан геймплей это воевать с катерками и сжирать их за пару выстрелов. Против них ты просто божество. Примерно равными кораблями и выше ты отлетаешь практически ваншотом, то от пушки, то от наров, то от плотной очереди. Причём у самого лакера на орудий уже для такого быстрого сбривания не хватает. Ну и он очень медленный, для агрессии вегами плав не подходит, поэтому я просто старался один раз въехать в толпу катеров и там уже разбираться чё и куда жмать. Короче, главное, что это Алан, а остальное стерпится. Играть всё же оказалось не очень легко, потому что нужно и проезд, тщательно подбирать и врага, с которым будешь воевать. Зато стрельба без перезарядок, но если стоять передом, то из пяти доступных пушек ты юзаешь только три. В остальном, я хз, флот это дремучий лес и долгий поиск каток. Най!